Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю дню 14 февраля, но не в общепринятом понимании, которым мы сейчас знаем этот праздник, а немножечко зайду с другого угла. Я не люблю 14 февраля, как вот его справляют сейчас, не люблю эту эстетику, не люблю этот ажиотаж вообще вокруг этого праздника, не понимаю, может быть я какой-то брюзгая и не романтик, но вот эти розочки, вот эти вот в форме сердечек, открыточки, мне кажется это все, ну это все больше маркетинг, это больше все, ну это не искренне. Если вы хотите порадовать своего дорогого, любимого человека, хоть каждый день делайте этот 14 февраля, но вот ждать целый год этого праздника, я знаю, многие ждут, я этого не понимаю. Это вот мое мнение, будет немножко другая история про этот праздник, я надеюсь вам понравится. Древний Рим, я обожаю Древний Рим, Древнюю Грецию, Древний Рим. Период с 13 по 15 февраля были праздники, были праздники плодородия, который назывался, такой прям фестиваль, скажем так, который назывался Луперкаль. Луперкаль, песть бога Луперка, также его могут называть фавном, ну то есть в разных странах его называли по-разному, Луперк, Рим. Так вот, праздник плодородия проходил в гроте и приносилось жертвоприношение животных, убийство козла и собаки, козла для плодородия, собаки для духовного очищения. И кровью орошались посевы, а из шкур делались такие, как сказать, ну не ленты, как ремни длинные вырезались, также опускались в кровь и молодые жрецы, раздевшись до гола, бегали вокруг города, по городу и хлистали женщин этими ремнями. Именно в этот праздник молодой человек выбирал себе спутницу на год, без всяких обязательств. То есть вот так принято было, без всяких обязательств во время оргии выбирались, вот составлялись пары. И все, потом все заканчивалось и как бы должны были быть хорошие посевы, также женщины должны были рожать детей, потому что в то время рождаемость была очень низкая, очень много младенцев умирали. И вот за счет этого праздника тоже они хотели у богов просить увеличить рождаемость тоже. Вот так интересно, знаете, я вот все это представила вот именно в то время, как это все могло выглядеть. Это, конечно, завораживает, это завораживает, это интересно вот себе представлять этих людей, как они вообще, вот эти молодые жрецы, красивые римские юноши, да, как они бегают в этих козлиных шкурах с этими ремнями, как они хлещут этих дам. Ну, такая история интересная. Поэтому вот в древности это был вот этот праздник, праздник-праздник плодородия. Сейчас, 14 февраля, это день всех влюбленных. Может быть, конечно, сейчас история вот этого святого Валентина и так далее, она более, конечно, романтизированная и без всяких таких кровавых подробностей. Но, тем не менее, мне интересен был факт, что вот когда-то этот праздник в Риме был именно таким кровавым, жертвенным и вот таким вот эротичным. Что уж там говорить. Когда я читала об этом, мне, конечно же, было интересно, какие ароматы тогда в то время в древнем Риме вообще применяли. И я просто обалдела. Древние римляне, они были просто влюблены в запахи. То есть такого количества сложных ароматов, вообще ароматных композиций не было тогда еще ни у каких народов. То есть у них были однокомпонентные композиции, у них были двухкомпонентные, пятикомпонентные. А у самых знатных вообще правителей, императоров композиции парфюмерные достигали до 27 даже ингредиентов. То есть я не представляю, что бы это могло быть. Было бы, конечно, безумно интересно все это обонять. Но остается только догадывать. Догадывать, догадываться. И любимыми компонентами, любимыми вообще составляющими в древнем Риме были роза, естественно, мускус и амбра. И вот все вот это, представляете, да? Как благоухал город. Благоухали все. От знати до вообще самых обычных людей, да? Посыпались ароматными травами постели, чтобы пропитывалось белье, и чтобы пахло ароматно в доме. Полы, стены, мебель также протирались и мылись ароматными настоями. Если мы говорим о каких-то уже высших слоях, о императорах, например, то пиршество, одни обожали пиршество, как мы знаем, да? И пиршество все имели очень ароматное направление, скажем так. А благоухала каждая часть тела в отдельности. То есть было очень, как бы, ну, общепринято, чтобы, например, руки благоухали мятой. Для щек и для груди было пальмовое масло и майоран для бровей и волос. То есть я не знаю, что там еще в других, вот что я нашла, вот я делюсь с этой информацией. А император Нерон, он был вообще, он поклонялся ароматам, духам. И когда у него происходили какие-то пиршества, перед тем, как гость входил в зал, его омывали специальными маслами, в основном это были розовые, розовые масла, розовое вино. И когда уже человек находился в зале, все вокруг было покрыто розами. Розы были везде, на полу, розы были на мебели раскиданы, розы розовыми венками украшали головы всех гостей, розами украшали блюда, тарелки, с которых ели. В общем, все было в розах. Розы истреблялись в тот момент, в то время в огромных, в огромных количествах. Был самый-самый-самый популярный ингредиент вообще во всем розах. В потолках были сделаны специальные такие трубочки. И в течение как бы пиршеств из этих труб падали на гостей бутоны роз, лепестки роз и так далее. Доходило вплоть до того, что люди задыхались на таких вот пиршествах, просто задыхались от ароматов, от вот такого вот богатого флера, скажем так, розового флера. Ну что же, вернемся к ароматам. Вот представили себе Древний Рим, все вот эти вот мускусно-амбровые, розовые, прежде всего, ароматы. Как это все мешалось, как это все мешалось с кожей людей. Вот эти пиршества, белые одежды. Ну, для меня это вот просто кино. Я когда это представляю, у меня прям дух захватывает. Так интересно, конечно, иметь бы портал или машину времени. Я бы, конечно, хотела бы посетить такое пиршество, там одним глазком хоть посмотреть, как это все было, мне кажется, это незабываемо. И я просто отобрала вот в честь этого видео, в честь дня всех влюбленных, 14 февраля, отобрала вот эти три аромата, которые вот сейчас передо мной, которые, как мне кажется, тогда в Древнем Риме могли бы вот быть популярны, и даже, может быть, так от кого-то и пахло в то время. Первый розовый аромат, самый мой любимый, самый мой просто, ну вот, трепетно к нему я очень отношусь, к этой розе, это Берлинская дева от Серджи Лютанца. Для меня это роза, самая натуралистичная, я уже говорила, самая такая желанная, такая вот, знаете, которая благоухает. Вот этот аромат не пахнет, он благоухает, он дает столько тепла, он дает столько силы женщинам. Для меня аромат розы – это аромат оберег для женщин. Ну, не знаю, мне вот так кажется. Женские такие вот, ну, если вот у женщины какие-то вот на душе проблемы или еще что-то, мне кажется, вот розовые ароматы, они все как бы смывают, всю как бы негативную энергию, они помогают возродиться вновь. Вот для меня аромат «Ля Фильду Берлин», «Берлинское дева», один вот из таких возрождающих и приносящих массу удовольствия. Вот, мне кажется, этот аромат в Риме был бы вообще очень-очень популярен и любим императорами, и их жонами, и наложницами, и вообще всеми-всеми. Мускус. Мускус вообще такой противоречивый, на мой взгляд, компонент. Множество бывает мускусов. Я не знаю, даже не могу представить себе, какой мускус был на тот момент в Древнем Риме, какие мускусы тогда использовали. Как мы знаем, мускус — это такая животная выжимка, у оленей берется. Но что тогда они подразумевали под мускусом, конечно, я не знаю. Наверное, да, что-то, конечно же, тоже животное. Но какой он был мускус, чистый, или вот были котики, такой животный, или... Никто не знает. Увы, ах. Для меня идеальный мускус — это Роял Маска от Миколев. Это королевский, королевский мускус. Вот когда название попадает прямо вот на 100%, это вот этот аромат. Королевский мускус от бренда Миколев. Хрустальный, чистый, свежий, насыщенный, благородный, невероятно женственный, утонченный. Вот знаете, вот когда женщина вот, ну вот, идеально, вот ей подойдет такой аромат. Аромат идеальной, самодостаточной, уверенной в себе женщины. Но в то же время он вот, он привлекает, но он не кричит. К нему хочется тянуться, но он не вызывающий. Вот он очень в этом плане мне нравится. Он не вызывающий, не вульгарный. Хотя мускус здесь, его очень много. Но вот он очень изысканный, потрясающий аромат. Я думаю, тоже, мне кажется, в тему вот моего рассказа он бы мог подойти. И амбра. Амбровые ароматы, как мне сейчас, ну кажется, они... Ну вот все амбровые ароматы, которые у меня есть, они так или иначе не моноамбра. Там много каких-то других компонентов. И вот аромат, который, мне кажется, подошел бы для моего рассказа, это именно амбра абсолют от Тома Форда. Этот аромат один из немногих, который мне нравится вообще у Тома Форда. Я небольшой поклонник линеек. Но вот этот аромат, он для меня это вот прям чистейшая амбра, королевская. Такая вот идеальная. Для меня вот идеальные амбры я еще в парфюмерии не встречала. Мне очень еще нравится Грансуа от Кркеджана. Но там немножко другая история. Там такая теплая, какая-то приглушенная, бархатистая. Здесь это вот прям для меня это моноамбровый аромат. Шикарный, роскошный, статусный тоже. Такой вот прям насыщенный. Вот здесь амбра такая вот дорогая. Вообще, если натуральная амбра, конечно, это один из самых дорогих компонентов. И вот здесь, мне кажется, эта роскошь этого компонента показана как ни в одном другом аромате. Амбра Абсолют от Тома Форда. По-моему, он уже снят, к сожалению. Но если у вас есть возможность его где-то потестить или у вас этот аромат есть, напишите. Он прекрасен. Он прекрасен, обжигающе хорош. Знаете, прям обжигающе хорош. Ну и на этом все. Вот как-то мне, знаете, захотелось немножечко такой сделать твист. Такой вот прыжок, скачок во времени. И рассказать об этом празднике немножечко с другой, как бы интерпретировать его немножечко по-другому. Именно вот связать его с Древним Римом, с его обычаями, с его особенностями, с любовью к роскоши, с любовью к такому вот расточительству во всем. Вот это мне не близко, но это мне очень нравится. Если бы я была кинорежиссером, я бы, наверное, снимала об этом фильмы, о чем-то таком. Ну, это все мечты. Все. Надеюсь, вам понравился такой формат, такое видео. Пишите, пишите ваши ассоциации с этим праздником, днем всех влюбленных или луперкалием, как я вот выяснила. И с вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Продолжение следует.